Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости канала, мои любимые девочки. Всех вас приветствую на очередной расклад. Также я вас хочу всех пригласить к себе в телеграм-канал Яна Герой Ратчат и Яна Герой Р-Медиум. Заходите, подписывайтесь, общайтесь. Если вы хотите лично у меня погадать, пишите мне в WhatsApp. Номер телефона вы видите вот здесь внизу на экране. Также он есть под видео. Пишите мне, я всегда отвечу. Итак, мои дорогие, очередной расклад общий, одна позиция. И тема у нас сегодня – как вы проведете выходные. Ну вот сегодня выходной, завтра тоже. Вот как вы их проведете? Давайте. Как они пройдут? Что вам ожидать? Что может вообще случиться? На что обратить внимание? Может быть, какой-то совет от карт, от высших сил? Ну что, поехали. Итак, кто вы сейчас? Кем вы являетесь? Кто вы сейчас? Ваша характеристика? Ваша энергетика? Вы, женщина, сейчас на данный момент самодостаточная в девятке Пентакли. Вы уверены, зарабатываете деньги, ни в чем, ни в ком не нуждаетесь. Где жить есть? Где спать есть? На что жить? И что кушать тоже есть. Но у вас есть проблемы. Проблемы личного характера. Это личная жизнь. Или вы в разводе, в официальном, или сейчас идет бракоразводный процесс. Или же вы с мужчиной не общаетесь, не видитесь. Возможно, вы находитесь на расстоянии. Или же здесь идет блокировка интернет-сайта, интернет-страницы, где вы познакомились в интернете, а теперь все друг друга заблокировали и послали надолго и подальше. Вы, возможно, ждете сейчас на данный момент, что он вам напишет, позвонит. Кстати, сейчас тоже, возможно, вы, может быть, сидите в интернете, в соцсетях, следите, посматриваете, что-то наблюдаете за ним. Сейчас, секунду. Я не удивлюсь, если вы целый день сегодня будете сидеть в интернете, смотреть онлайн-расклады, черпать какую-то для себя информацию или же пытаться с ним поговорить, договориться у кого-то так, потому что здесь, может быть, остро стоит вопрос с вашим мужчиной, который вы должны разрешить обоюдно, поговорив, увидев друг друга та же, поговорить о том, чтобы он приехал к вам. То есть сегодня здесь какая-то любовная тема. У кого-то на первом месте, и это четко. Вторая ситуация. Это ваша работа. Это ваша работа. Здесь, скорее всего, возможно, у вас стоит острый вопрос. Уходить с работы, не уходить с работы. Завтра вот в понедельник ехать на работу или уже окончательно не ехать, поставить точку. Может быть, вы хотите уже уволиться, да, или же вот вы недавно только уволились, и сейчас острый вопрос стоит, как мне быть дальше. Что мне делать с этой ситуацией, да, я не знаю, как мне быть. То есть какие-то такие моменты вас будут мучить, и уже сегодня, сейчас. Еще. Знаете, почему вам тяжело? Потому что у вас нету ни помощи, ни поддержки. Знаете, почему вы смотрите онлайн-расклады? Причем смотрите абсолютно любые онлайн-расклады, вплоть до астрологии, гороскопов и так далее. Потому что вы не видите ниоткуда, ни с какой стороны, ни от близких, ни родных, ни друзей, даже ни от врагов. Вы не видите ни поддержки, ни помощи, вообще ничего. И онлайн-расклады на ютубе вам просто помогают жить. Они вас наполняют, они вас учат, они вас двигают. Они вам показывают, в какую сторону вам идти. Поэтому вы постоянно смотрите на ютубе какую-то информацию для себя. Да, потому что подшельнику, то интуиция-то у вас есть, и вы знаете, как правильно поступить. Но послушай-то, я же не против. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. У многих и сейчас, вот за эти два дня, за выходные, будет поступление каких-то денюжек. Может быть, кто-то вам должен вернет. Может быть, что-то домой вам принесет, подарок какой-то. Близкие придут, может быть, да, что-то принесут вам. Здесь какая-то такая. Что-то к вам домой идет. Какой-то вопрос разрешится. Вопрос разрешится с куплей, с продажей, с обменом. Вот что-то такое. Это решится вопрос, вот, буквально два дня. Да, деньги придут. Деньги придут, имущество. Вот вопрос имущества разрешится. Там, может быть, судебные какие-то дела, и вы уже готовитесь на неделю, да, вперед, что вот что там ожидает вас. Разрешится вопрос в лучшую сторону. В вашу сторону разрешится. Если вы находитесь в браке в официальных отношениях с супругом, но сейчас он находится далеко и постоянно говорит, что я приехать не могу, я там на вахте или еще что-то, и вы его ждете. Он приедет не эти субботы и воскресенья, вот не эти два дня, но где-то, может быть, вторник, среда, четверг. Мужчина к вам приедет. Это ваш супруг. В семью приедет. Потому что сейчас очень сложно. Может быть, не отпускают его, но он к вам приедет. Если здесь вопрос касаемо не вашего супруга, а мужчины, с которым вы хотите серьезных отношений, никак не можете договориться, вы с ним, как будто, знаете, у вас идет договоренность какая-то с ним чуть позже. Может быть, опять же, в середине недели или чуть-то еще больше, там, надо будет еще подождать. Понимаете, да? Но какой-то вопрос вы тоже с мужчиной разрешите. И причем это не обязательно вопрос, что пришился хорошо. Хорошо, вы просто придете к тому, что все, уже хватит, значит, давай, до свидания. Все, все, я тебя отпускаю, ты меня тоже отпускаешь, и каждый идет по своей дороге. Все, мы разрешили этот вопрос. Знаете, как-то тоже так. Это не обязательно, что вопрос решится хорошо. Он может вот так однозначно решиться плохо, но окончательно. Все, где все будет расставлено на местах. Все по полочкам, каждый останется при своем. И на этом тема будет любви закрыта. Еще ваши, да, два дня, что вы будете делать, чем вы будете заниматься. Ну, собой будете заниматься. Собой. Вам вообще есть чем заняться. У вас дом. У вас квартира. Кто-то из вас уже готовится к весеннему равноденствию, да, на врусбайрам. Кто-то из вас сейчас будет дома перестановку делать, вещи выкидывать, убираться, перестановку там стирать. Короче. Кто-то из вас займется творчеством, потому что у вас есть там что-то, надо доделать. Завершить надо. Картину дорисовать уже, там, крестиком уже вышить окончательно все и там отдать. Или там довязать свитер какой-то. То есть кто-то здесь по творчеству идет. Тема здесь, конечно, на субботу-воскресенье у многих тут тема любви играет. Ох, прям вообще. Причем, вы знаете, вы как будто так для себя хотите определиться. Вот как-то четко для себя что-то понять. Вы еще какие-то, видать, расклады тут посмотрели уже, знаете, с утра, где вам там сказали, что все, у вас там ближайшие три дня будет свадьба. И вы в эйфории, кто-то здесь прям в эйфории находится, что через три дня чуть ли не замуж выйдет. Но я не вижу здесь ближайшего брака официального, да, с каким-то новым вашим партнером, с которым у вас ничего не получается. Но вот брак вам уже предвещали. И вы в эйфории. Я этого тут не вижу. Я вижу здесь разрешение какого-то конфликта вопроса. Будет очень остро у вас как-то возникать эта тема с вашим мужчиной. Да, вот он как будто вот где-то далеко, я сейчас напишу. Или он как только появится, я ему скажу. У вас зреет какие-то планы на него. Поговорить, увидеться. Вот понимаете, категоричность какая-то, четкость какая-то, четкие позиции. Потому что все, или так, или так, пусть сам решает. Вы уже знаете, что вы будете ему говорить. Еще такое скажу. Я понимаю, сегодня суббота-воскресенье. Многие из вас хотят расслабиться. Выпейте немножко чего-то. Я вас просто умоляю. Не пейте сегодня ничего из спиртного. Даже если вы сегодня хотите попробовать какой-то там кофе, даже будьте аккуратнее с этим кофем. Почему здесь могут быть отравления на субботу-воскресенье? Здесь могут быть какие-то проблемы потом с желудочно-кишечным трактом. Здесь может быть такое сильное опьянение от одного бокала. Здесь может подняться давление. Здесь может проблемы с инсультом. То есть, понимаете, здесь что-то может быть через спиртное. Через злоупотребление, понимаете, каким-то питьем. Вот настойка тоже, или еще что-то. Будьте аккуратнее сегодня, хорошо? Если вы находились все это время в ссоре с мамой, или с сестрой, или с подругой, или с соседкой, помиритесь, помиритесь, потому что вы поймете, что к примирению надо прийти. Все-таки это по-честному будет. Хуже, чем дуться, уже ничего нету, да? Лучше помириться, потому что сейчас не то время, чтобы ругаться и ссориться. Сейчас должны все друг другу помогать и быть вместе. Согласитесь. Если у вас есть дети, вы будете детьми заниматься эту субботу-воскресенье. Я не знаю, там школу их готовить, там университеты готовить, там проверять дневники, тетради, портфели. Чем ребенок ваш вообще занимается? Его стол прибирать, может быть, да? Рабочий этот школьный стол, да? Где ребенок занимается. Может быть, вы будете смотреть, в чем ребенок ваш ходит, да, форму там постирать возьмете. То есть, вы будете заниматься детскими хлопотами. Ребенку просили там написать сочинение, он не знает, с чего начинать. Ну, вы будете, давай, помогу тебе, садись, какую будем сегодня тему писать, да? И ты будешь, например, ребенок пишет, у меня так было. Вот я что-то пишу, а там же такие какие-то названия, там же слова такие нужны, знаете, литературно. А у меня мама еще тот литератор. И вот я когда что-то пишу, простое слово, мама говорит, неправильно, ты не это, на... Вот скажи такое слово, пиши такое слово, что учительница в шоке будет. Откуда ребенок знает такое литературное слово? Вы знаете, у вас то же самое, скорее всего. Да, ребенок будет писать сочинение, а вы скажете, почему ты так-то вот? Назови это так. Да, вот это тебе вот так нужно написать. Там у собаки это не лицо, а морда. Понимаешь? Я так и писала. Лицо. А у собаки не лицо, у нее морда. А как это морда? Морда, это же как-то некрасиво звучит. Нет, а у собаки морда. Понимаете? Это к примеру просто. Вот у кого-то, может быть, и так, да? Будете заниматься, в общем, ребенком. Там, может быть, какую-то поделку надо сделать в детский сад, а ребенок сам не может, да? Не знает, с чего начать. А вы как-то скажете, вот давай, сейчас вот начнем с этого. Бери там бумагу, бери там ручку, карандаши бери. Сейчас мы тут с тобой домик построим, да? Бери ножницы, клей. Сейчас будем строить домик. Так, дальше. Кто-то здесь будет заниматься, знаете? У многих здесь девочек задача поехать на дачу. А вы думаете, ну куда сейчас на дачу ехать, сугробы? Ну куда там сейчас все чистить надо? Там же замело все на даче, правильно? Ну куда ты приедешь? Там с лопатой ты полдня будешь уже ходить, чтобы это все чистить. А на дачу ехать надо, как бы я там давно не была. Сейчас по весне уже нужно будет, часто буду ездить. Вот у вас у многих тут задача. Так, кого взять, а? Сына, может быть, взять с собой. Или дочь, кого попросить, а на дачу надо будет поехать. Рассаду уже отвезти туда, да? Все уже там, ну потихонечку готовиться к даче. Вот у многих тут такая задача. А ехать не хочется. Холодно, метет вон как бы, да, как будто. Я вижу, что вы очень устали. Хоть и суббота, воскресенье, да? Как бы для чего даются выходные? Для того, чтобы человек отдохнул. А у вас не получится отдохнуть. У вас сейчас с утра уже стирка, уборка, готовка. И туда, и сюда, и мечетесь. Там и дети у вас тоже, да, внимание требуют. И все, надо успеть. Вы знаете, вы даже думаете, боже мой, я как центр вселенной. Я как центр вселенной. Всем что-то от меня надо. А мне кто-нибудь спросил? Вот тебя кто-нибудь спросил? Тебе что-нибудь надо? Солнце мое, тебе чем-нибудь как-нибудь помочь? Никто ж не спрашивает. Всем от меня что-то надо всегда. Понимаете, вот у вас вот то же самое. Знаете, никто не спросит, солнце мое. Тебе что-нибудь надо? Может помочь тебе что-нибудь там? Нет? Нет, никто. Всем от вас что-то надо. Начиная от детей, заканчивая, не знаю, чуть ли не дальними родственниками и знакомыми. Поэтому у вас не получится даже на субботу и воскресенье отдохнуть. Но не получится. Вы уже тут, знаете, все успеть должна. И холодильник помыть, и постирать на неделю тут приготовить. И заморозку сделать, да? И детям мороженое, и его бабе цветы, как говорится. Понимаете, да? Ой, женская доля это вообще. Это такая неблагодарная вещь, да? Это хорошо, если у тебя еще дети большие тебе помогают. А если дети маленькие, ты крутишься с ними. Что тогда вечера ничего не успеваешь вообще в этой жизни. Знаете, что хорошо? Какие у вас ангелы-хранители замечательные, батюшки? Какие у вас, какая ваша родовая ветвь сильная? Вот только они все у вас, знаете, сверху смотрят за вами. Смотрят, думают, ой, бедненькая, бедненькая. Ну, как же тебе помочь, милая это? Ну, как? Понимаете, да? Вот они вас очень оберегают, они вас очень любят. И хотят, чтобы у вас было все хорошо. И не дают возможности вам причинить какую-то боль. Никому не дают. Кто бы не хотел вас сожрать с потрохами. Никому не дают они. Потому что у вас очень сильный ангел-хранитель, родовая сила. Духи рода очень вам помогают и держат, оберегают вас. А вы это знаете, я же просто так говорю, словом. У вас, знаете, какая зависимость очень сильная? Знаете, да? Ну, знаете, сейчас скажу. Это деньги зарабатывать. Вот без этого тоже никак. Многие здесь меня причем смотрят. Женщины, которые уже в возрасте, куда надо уже, знаете, успокоиться как бы по жизни. Спокойно жить, да? На пенсию жить. А вы так и думаете, ага, на пенсию проживешь ты. Ну, конечно. Я так работаю, что еще молодым своим помогаю. Детям своим. Помощь оказываю. Расслабишься в моем возрасте. Ну, конечно, наше время. Поэтому тут здесь зависимость, деньги, деньги, деньги. Это не потому, что вы там жадная, хапужная или вы там олигархишей, какой-то бизнес-вумен там разбогатеть хочете. Нет. А потому что необходимость деньги в ваше время. В аптеку пойди, посмотри, какие таблетки, по какой цене. Это же ужас. В магазин пойди, посмотри, по какой цене продукты. Это же ужас. ЖКХ постоянно приходят, по какой цене. Свет, вода, газ и так далее. По какой цене. Поэтому у вас, вы прекрасно понимаете, что вам нельзя отдыхать. Вам нельзя просто вот на пенсии расслабиться. Ну, нельзя. Все тогда будет. Хана. Вот поэтому и работаем, да? А работаем, как молодая. Как молодая работаем просто. В шоке. Все в шоке. Начальство тоже. Дует, ба, батюшки. Она уже должна на пенсии давно быть. Она работает, как Людмила Прокофьевна. Которая приходит раньше всех, уходит позже всех. Еще кто-то пытается дурить, обманывать с вами. Ой, ой, ой. Не стыдно людям, а? Ну, вот я тоже думаю. Наверное, им стыдно все-таки. Иногда им стыдно, знаете? Когда ты честно работаешь, от тебя пытаются обмануть, подсидеть, что-то урвать, обхитрить. Как будто им от этого потом легче станет. Никто не знает, ты где найдешь, где потеряешь. Поэтому, если он с вами пытается так обхитрить, в другом месте с ним так обхитрят. Такова жизнь, понимаете? Все бумерангом. Поэтому, если вы имеете какие-то потери, у вас есть такое чувство досады, что вы что-то как будто потеряли, на самом деле так оно и есть, не волнуйтесь. Высшая сила вас очень сильно любит. И там, где вы потеряли, в другом месте, вы найдете, и вам вернется это. Не печальтесь. Смотрите, какое состояние. Это состояние вижу только я. Больше никто. Не из ваших близких, не из родных ваших, на работе, да вообще никто. Я вам сейчас покажу состояние, которое вижу только я. Это знаете, как стая называется? Как я устала. Как я устала. У меня уже сил просто нету вообще. Я очень сильно устала в этой жизни. Просто устала в этой жизни. Я вымотана уже до предела. У меня нету просто уже сил. Все, не могу уже. Не хочу быть ни сильной, ни волевой, ни выносливой. Все, ничего не хочу. Но вот это состояние сейчас вижу только я и вы. Потому что вы никогда никому об этом не скажете, свою слабость не покажете, чтоб дети вас такой не видели, чтоб муж и родители вас такой не видели, не дай бог коллеги вас такой увидят, а не дай бог начальство вас такой увидят. А единственное, знаете, что вам хочется очень сильно? Этого тоже никто не знает. Это знаю я и теперь вы. А вам хочется вот этого вот. Вот такого вот, ну, домика, шалаша, неважно. Как угодно здесь можно говорить. Чтобы вы рядом были с любимым человеком, который, который будет вас... Чтобы вы не вот такой были. Чтобы вы не вот такой были, понимаете, вымотанной этой жизнью. А чтобы вы вместе вот так вот счастливо, с человеком, рука об руку, шли вперед, в будущее. Вот что вам хочется. Понимаете? Видно? Видно. Ой, я говорю, мне аж самое тяжело. От того, что я говорю. От того, что мне здесь показывают, а я вам передаю. Так, ладно. Разочарование. Я поняла. Тут личной жизни разочарования одни. От неразочарований. И неважно, есть ли у вас мужчина, нет у вас мужчины. Вы к своим годам пришли, знаете, к такому разочарованию в личной жизни. Так, хорошо. Вам совет от карт. Вам совет от карт на сегодня, на завтра, на субботу, воскресенье. Давайте, вот прям на два дня. Я все равно в виде выходит каждый день. Что тут на сто лет вперед загадывать? Прям на два дня. Вот что вам высшие силы сейчас подскажут. Вот. К of фут. Прям на два дня. Прям на два дня. Прям на 3 дня. Вот смотрите Стройте планы на будущее У многих очень хорошо В самое ближайшее время у вас открывается дверь Вот У вас открывается дверь Потому что вы уже выбор сделали А дверь открывается Вашу работу Вы что-то найдете для себя Что-то найдете, что-то откроете Какая-то ситуация вам откроется Может быть вы найдете работу Или может быть Здесь больше какая-то знаете Какое-то ваше желание должно исполниться И для этого вы уже что-то правильно сделали Вы выбрали что-то правильно Какой-то путь, дорогу, задачу Или еще что-то И вам уже открываются ворота Для осуществления вашего желания Кто-то, многие из вас будут сидеть сегодня в интернете Что-то может быть смотреть Может быть с мужчиной общаться Своим любимым человеком Ситуация скоро изменится И в личной жизни И по работе изменится Если вы ищете какой-то Ищете какую-то истину Какой-то Что-то такое Что-то как поиск чего-то Понимаете Поиск чего-то Что для вас очень важно И очень нужно Вы его найдете в самое ближайшее время Знаете То, что вы расстались с мужчиной То, что вы никак к нему не проявляетесь То, что его сейчас рядом с вами нету Но находится далеко на расстоянии Или вы его заблокировали Вы все сделали правильно Правильно сделали Стоит его разблокировать или нет Стоит его возвращать или нет Это уже другой вопрос На эту тему я сейчас ответить ничего не могу Никак пока Это не будет разрешаться возможно Не с этим Не в личной жизни Возможно чуть попозже Но все Все под контролем Это не означает Что в отношениях поставлена точка Это просто на длительной паузе Это может быть, скорее всего Человек проходит сам Один свои уроки Для того, чтобы сделать выводы Как ему дальше быть рядом с вами И что он вообще ведет себя некрасиво Поэтому тут Тут урок для него Урок для него Каким он должен быть Хорошим, например Вот такой был расклад Пишите, пожалуйста, свои комментарии Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Самое главное Будьте счастливы Пусть в вашей личной жизни И вообще в жизни И на работе И дома Пусть все наладится Я вас всех люблю Целую и обнимаю И до скорых встреч Спасибо Продолжение следует...